Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. И снова о безопасности. Уже в третий раз за месяц я говорю эту фразу и боюсь, что буду говорить ее еще и еще. Ссылка на плейлист со всеми скринкастами по теме безопасности в описании к этому видео. А сегодня о безопасности в мессенджерах, которая не требует от вас предпринимать никаких дополнительных шагов. Речь пойдет о двух мессенджерах – Телеграм и Фейсбук, в которых, если кто не знает, есть такое понятие, как секретные чаты. Функция эта есть только в мобильных версиях, на десктопе ее искать бесполезно, зато функция эта гарантирует нам по утверждениям разработчиков, а я думаю можно верить, сквозное шифрование, то есть end-to-end шифрование, то есть ключи есть только у вас и принимающей стороны, что гарантирует максимальную защиту. Я хотел начать с Телеграм, дорогу так сказать молодым, но перспективным, но начну с Фейсбук, потом объясню почему. Итак, общаться в секретных чатах в Фейсбук можно только с мобильных устройств, только из мессенджера, причем только из полной версии. Lite тут не подходит. Делается все достаточно просто. Вы создаете новое сообщение, нажимаете на этот бегунок с замочком и с этого момента вы общаетесь уже в защищенном чате, но при условии, что у второй стороны установлен мессенджер. Причем не просто мессенджер, а полная версия мессенджера, не Lite. В данном случае мы видим, что общение невозможно, пока Наталья не установит нужное ПО. Это недостаток. У скольких процентов ваших друзей установлена полная версия мессенджера? Посмотрим, установлена ли она у Олега. Да, установлена. Собственно вот так происходит общение. Как в обычном чате, с той лишь разницей, что никто, кроме вас и получателя, не имеет ключей шифрования. Фейсбук эту переписку не прочтет никогда. Оставим Олега, Наталья по моей просьбе установила мессенджер. Еще важной функцией секретных чатов является возможность установить таймер удаления сообщений. Нажимаем вот на эту иконку с изображением часов и устанавливаем, например, 5 секунд. И через 5 секунд, после того, как получатель прочтет сообщение, оно навсегда удалится. Кроме отправки сообщений вы можете отправить фото с камеры или из архива, а также голосовое сообщение. Таймер можно включать и выключать. То есть какие-то сообщения будут удаляться, а какие-то нет. В отличие от Telegram в Facebook с одним человеком вы можете ввести только один секретный чат. Впоследствии вы можете удалить переписку, либо вообще все секретные переписки. Вот в общих чертах, что происходит с секретными чатами в Facebook. А теперь перейдем к его младшему, но очень перспективному собрату. Здесь также можно запустить секретный чат при создании нового сообщения, либо через верхнее меню. Выбирайте контакт. В отличие от Facebook здесь можно быть уверенным, что ваш собеседник получит сообщение, если у него есть мобильный, а в нем Telegram. И начинаете чат. О господи, что случилось? Черный экран. На самом деле чат мы сейчас ведем, просто Telegram хитрая штука запрещает снимать принтскрин. Чат-то секретный, и если человек будет принтскринить, секретность значительно уменьшится. Вроде мелочь, а приятно. Понятно, что можно как-то это поломать, наверное, доустановить какие-то программы. В крайнем случае можно снимать внешней камеры и экран, но это уже совсем для шпионов. Я сейчас этим заниматься не буду, тем более, что в Telegram все в принципе так же, как и в Facebook. Поэтому, собственно, с Facebook я и начал. Там можно принтскринить без проблем. В Telegram вы также можете выставлять таймер удаления сообщений. Плюсом является то, что в секретных чатах Telegram можно пересылать не только изображения, но и обычные файлы. И то, что в Telegram можно вести с человеком не одну секретную переписку, а несколько. Можно ранжировать таким образом переписки по степени секретности. Одну удалять при любом подозрении, а другие уже в случае стопроцентной уверенности, что пастора шлака замели. И в Telegram, если вы вышли из аккаунта, все переписки удаляются автоматически. У собеседника в телефоне они останутся, но продолжить переписываться с вами он уже не сможет. Нужно будет заводить новую. В общем выбирать вам, но лично мне Telegram понравился гораздо больше, если говорить о секретных чатах. Ну что, по-моему круто. Всегда рядом, всегда под рукой. Не требует никаких дополнительных действий и гарантирует надежную защиту переписки. Все, любите друг друга, живите в мире защищенных сообщений. Но, скажу третий раз за этот месяц, не превращайтесь при этом в паранойка. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.